В этом видео речь пойдет об известных актерах, которые ушли из жизни совсем недавно. Вы могли не знать, что их больше нет в этом мире. Чтобы не пропустить выходы новых роликов, рекомендую вам подписаться на мой канал. Юрий Лахин – советский и российский актер театра и кино. Он стал узнаваем после своей первой роли. Юрий Лахин дебютировал в телефильме «Вечный зов» и сыграл Василия Кружилина. В дальнейшем он снялся еще более чем в 40 фильмах, среди которых «Иван Бабушкин», «Сказка на ночь», «Тайный знак», «Ликвидация», «Исаев», «Молодежка» и в других. В разные годы Юрий Лахин играл на сценах Свердловского академического театра драмы, театра на Покровке и Сатирикона. Актер покинул этот мир 27 января 2021 года. Причины стали осложнения после перенесенного коронавируса. Юрию Лахину было 68 лет. Он похоронен в Подмосковье на Перепеченском кладбище. Андрей Егоров – российский актер театра и кино. После института в 1993 году Андрей Егоров был принят в труппу Центрального академического театра российской армии, на сцене которого играл до конца жизни. В 1995 году актер снялся в короткометражном фильме «Кулачные бои. Дело полюбовное». В 1997 году он снялся в главной роли Андрейки в фильме «Время танцора». Всего Андрей Егоров сыграл почти 70 ролей в кино и сериалах. Среди фильмов, в которых снялся актер, стоит выделить следующие. Джоник, Эшелон, Варенька, Котов, Мой капитан, Не отпускай меня и другие. 17 июня 2021 года Андрей Егоров скончался от острой сердечной недостаточности. Ему был 51 год. Актер похоронен в Волгоградской области в городе Михайловка. Валерий Горкалин – советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, начал свою творческую деятельность в 1977 году, снявшись в художественном фильме «Аленький цветочек». Роль была маленькой, и актера даже не указали в титрах. В 1989 году актер снялся в главной роли в советской криминальной мелодраме «Катало». За годы творчества Валерий Горкалин сыграл большое число запоминающихся роли в кино и сериалах, например, в таких как «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Директория смерти», «Ландыш серебристый», «Гаишники» и во многих других. Валерий Горкалин был профессором ГИТИСа, педагогом кафедры эстрадного искусства, а с 2002 года руководил мастерской факультета эстрады. 20 ноября 2021 года актер ушел из жизни от осложнений, вызванных коронавирусом. Валерию Горкалину было 67 лет. Он похоронен в Москве на Меусском кладбище. Сергей Пускепалис – советский и российский актер, режиссер театра и кино. С 1988 по 1998 год он играл на сцене Саратовского театра юного зрителя. Первую роль в кино актер исполнил в 2003 году. В последующем Сергей Пускепалис активно снимался в кино, играя преимущественно главные роли. Он исполнил ведущие роли в фильмах «Простые вещи», «Скорая весна», «Аптекарь», «Защита свидетелей», «Крик совы», «Ледокол», «Шифр» и в других. Несколько проектов, в которых Сергей Пускепалис сыграл главные роли, вышли на экран уже после его смерти. 20 сентября 2022 года актер покинул этот мир. Причиной смерти стало ДТП. Сергею Пускепалису было 56 лет. Он похоронен в Железноводске. Андрей Стоянов – российский актер театра и кино. Его кинокарьера началась в 2007 году. За 15 лет актерской карьеры Андрей Стоянов сыграл в кино почти 120 ролей. Он снялся в фильмах «Глухарь-2», «Пыльная работа», «Фантом», «Под прицелом», «Курортная полиция», «Запретная любовь», «Одиночка», «Чужая стая» и в других. Помимо этого Андрей Стоянов играл на сцене московского драматического камерного театра «Артхаус». 10 ноября 2022 года стало известно, что актер скончался в результате передозировки запрещенными веществами. Андрею Стоянову было 48 лет. Субтитры создавал DimaTorzok